250 указ очень важный нормативный правовой акт прошлого года мы получаем постоянные отзывы по соответствии как и вопросы как его исполнять так и отчета о том как он исполнен и куда дальше там организации будут двигаться по соответственно те правые акты которые выпущены следом за 250 указом они в целом закрывали первую потребность все чтобы было необходимо и было прописано в самом указе но при этом мы видим что есть куда дальше двигаться то есть у нас раскрылась достаточно большая скажем так запрос от отрасли на развитие обучающих сегментов обучающих треков различных и соответственно как профильное образование так и дополнительного обучения так как в тех же нормативных правовых актов том же постановление правительства это обязательное условие чтобы мы хотели как как бы мы видели дальнейшее развитие это в первую очередь все что касается анализа защищенности так как в самом указе это было единичная и разовая задача то есть был определен перечень ключевых организаций там 7 72 органов и организации и они должны были разово провести анализ защищенности по неким типовым формам да там летом прошлого года эффект от этого был очень положительный у нас много положительных отзывов и от самих органов организации и соответственно в целом на федеральном уровне мы видим что эту историю надо будет развивать водить на постоянной основе привязывать к нормативке расширять перечень организации которые будут обязаны соответственно проводить это на постоянной основе наверное здесь в первую очередь поговорю про вторую часть про открытое по мы понимаем что open-source и так называемые открытое по без него никак то есть это обязательное обязательный атрибут сегодняшний цифровизации однако мы видим большой объем различных специальности вставленных и декларированных возможностей а в целом атаку со стороны там недружественных элементов именно на всю вот это вот комьюнити открытого соответственно открытой разработки в этом по в этой задачи мы видим что необходимо создавать российские российскую экосистему открытого кода создавать российские репозитории единые возможно придется в рамках этого или следующего года нормативно это закреплять чтобы соответственно минимизировать эффект влияния там ну и и соответственно внедрение тех же самых недекларированных возможностей в открытый год я хотел бы здесь отдельно отметить центробанк они действительно по очень многим вопросам первые и очень системно подходит к решениям в целом мы считаем что в отраслях отраслевой фаиф гораздо лучше разбирается понимает как устроена его отрасль и когда он занимает такую активную позицию это очень отрадно в том же центр компетенции по импортозамещению до центробанка к нам поступает ну пожалуй больше всего информации как сейчас проходит соответственно импортозамещение какие продукты вызывают проблемы и какие вопросы нужно поднимать уже на межведомственном уровне и соответственно решать те или иные проблемы так что здесь да наверное прям большая благодарность сторону центробанка другие федеральные органы исполнительной власти также положительно двигаются у нас ну например вы сказали про центр госсопки минэнерго создает свой центр отраслевой центр госсопки минпромторг создает свой центр к компетенции по информационной безопасности в минцифре соответственно создается соответствующими и это в целом тенденция где федеральные отраслевые органы берут больше на себя различных задач по координации своих соответственно отраслей сегментов как с точки зрения импортозамещения так и с точки зрения повышения информационной безопасности создания отраслевых центров компетенции госсопки и так далее про бакбаунти мы говорим достаточно давно с прошлого года мы активно обсуждаем ее на межведомственном уровне по внедрению института бакбаунти в целом в стране соответственно у нас сейчас участвует уже несколько тысяч специалистов разных возрастов на постоянной основе присылают отчеты я думаю ближайшее время мы начнем публиковать ну там первые промежуточные результаты бакбаунти план у нас ну скажем так закончить вот этот первый пилотный скажем так проект по бакбаунти так масштабный в ближайшие несколько месяцев и дальше постепенно его масштабировать и расширять его практику применения такие задачи тоже сейчас рассматриваются более того уже начинает выдаваться кредиты с льготной ставкой под соответственно задачи именно импортозамещения в рамках конкретного заказчика